Вы смотрите новости о НАПА-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Выбрать кандидатуры очень непросто. Известные люди НАПА-и в Каевическом музее курорта открылась уникальная экспозиция. Силы и средства территориальной подсистемы у нас сегодня переведены в режим повышенной готовности. А море волнуется раз. Какие сюрпризы приготовила анапская погода? Прекрасная пора, потому что дышать для меня очень хорошо. И еще есть возможность покупаться. Бархатный сезон. Почему туристы считают Анапу одним из лучших курортов страны? Накануне в столице Кубани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Краснодарского края. На нем были отмечены выдающиеся жители региона. Среди награжденных медалью Герой труда Кубани – человек, известный и уважаемый в Анапе, заслуженный строитель Владимир Верстунин. Владимир Верстунин – строитель в третьем поколении. За 40 лет работы под его руководством возвели десятки объектов, многие из которых стали украшением Анапы. Начинал он с обычного рабочего. Сегодня Владимир Петрович – заслуженный строитель Краснодарского края. Дедушка был строитель, папа строитель. И я на стройке с 15 лет. После 8 класса я каждое лето уже работал на стройке. Те годы надо было понимать. 65-го года. Ну, нравится эта профессия. Горжусь этой профессией. Накануне в честь празднования 85-летия Краснодарского края в торжественной обстановке губернатор вручил 22 жителям награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Это врачи, ученые, агрария, общественники и производственники. Владимир Верстунин был в числе тех, кто получил высшую награду Кубани – медаль Героя труда Краснодарского края. На первый план выходят люди, в том числе и вы, которые сейчас находитесь в этом зале. Люди небезразличные, живущие не вчерашним днем, а настоящим и будущим. Чувствующие ответственность за решения, которые вы принимаете. Люди с полной самоотдачей в своем труде, какую бы профессию вы ни занимали и чем бы вы в жизни не занимались. Люди, которые не для себя, а для других. Жить для других, вкладывая все свои силы и умения в развитие родного края. Этого правила Владимир Верстунин придерживался всегда. Он стоял у истоков возрождения казачества в Анапе. В течение девяти лет занимал пост Атамана РКО. За это время районное общество крепко встало на ноги и сегодня, по сути, стало лучшим в кубанском казачьем войске. Я горжусь тем, что я казак. Сегодня Анапское районное казачье общество развивается. Развивается достойно. Молодежи много. Спорт развивают. Короче, наше дело развивается и продолжает жить. Этим тоже горжусь. Сегодня Краснодарский край – жемчужина России. Здесь есть все для комфортной и благополучной жизни. Поля, которые дают богатые урожаи, современная промышленность и производство, великолепные курортные территории. Во многом, по словам губернатора, это заслуга наших предков. Сегодня важно это сохранить и приумножить. Нынешнюю историю нашего края пишем мы с вами, потому что других сегодня жителей, я в целом скажу, жителей в крае, конечно, на Кубани нет. Ну нет, мы сегодня. Значит, мы и пишем. И вот как напишем, то потом уже наши потомки, надеюсь, тоже будут гордиться, как мы сегодня гордимся результатами наших предков. Никита Бойко, Никита Васютин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня в Анапе открылась выставка, посвященная 85-летию образования Краснодарского края. Ее уникальность в том, что экспонатами стали не только фотографии и предметы, которые принадлежали грандначальникам, врачам или художникам прошлого столетия, но и вещи, переданные нашими современниками. Общественные деятели, писатели, известные на курорте активисты. Сегодня они приняли участие в открытии выставки и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Пеленко, Будзинский, Аванесов, Сенченко, Корытин. Имена этих людей давно занесены в книгу истории курорта. Медики, положившие начало развитию санаторно-оздоровительных программ. Художники, запечатлевшие пейзажи Анапы в своих работах. Писатели, общественные деятели, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего города. Сегодня предметы, связанные с их жизнью, стали частью уникальной экспозиции Анапского краеведческого музея. Выставка «Известные люди Анапы» была приурочена к 85-летию образования Краснодарского края. В фондах Анапского музея огромное количество материалов по людям достойным быть представленными на подобной выставке. Поэтому выбрать кандидатуры очень непросто. И я надеюсь, что эта выставка даст толчок дальнейшему проведению подобных выставок, знакомству с другими людьми. Впрочем, особенность экспозиции в том, что она объединила периоды сразу трех веков. На одном из стендов расположены предметы, переданные нашими современниками. Это на Анапке. Мы на Анапке ходим, ежегодно учитываем птиц. Кстати, первые выходные октября будут евразийские учеты птиц. И мы тоже будем в них принимать участие. Это очень интересно. Здесь можно увидеть и книги известного писателя Сергея Лёвина, и грамоты активистки волонтёров серебряного возраста Луизы Гусаковой. И фотографии фактически лица заповедника Утриш Аллы Письменной. Она создатель и соавтор нескольких десятков экологических проектов, включая полюбившиеся многим книгам, маленькими ножками, заповедными дорожками и заповедная азбука. Это этап задумки, идеи нового создания полиграфической продукции. Это очень круто, когда ты придумываешь сам какую-то книгу новую, какую-то брошюру, те же, допустим, календари ежегодные. И воплощаешь это, и оно уходит в типографию, и мы её дарим, эту продукцию, и она потом оценивается, как вот было с нашей азбукой. Я не готова была к тому, что я стану известным человеком для Анапы. Я просто, ну это мой образ жизни. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки. Всего экспозиция насчитывает более 200 предметов из музейного фонда, а посетить её жители и гости курорта смогут в любой день. Выставка будет действовать в течение нескольких месяцев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И к другим темам. Сегодня в Анапе продолжает действовать запрет на купание в море. Это может быть небезопасно из-за шторма. Дождь, порывистый ветер, а также грозы. Такая погода сохранится на курорте до конца суток. Силы и средства территориальной подсистемы у нас сегодня переведены в режим повышенной готовности. Действует запрет на купание в море из-за шторма. Но грозовой фронт у нас сегодня должен по территории края пройти. Оперативная обстановка у нас ежесуточно выкладывается на официальном сайте мэрии. То есть при получении штормовых предупреждений мы проводим оповещения, выставляем все экстренные предупреждения, доводим их до всех руководителей экстренных служб. Впрочем, и погода продлится недолго. Выходные, по прогнозу синоптиков, обещают быть теплыми. Так что можно будет и прогуляться по городу, и сходить на море. Кстати, Анапа стала одним из самых популярных осенних направлений для отдыха. Наш бархатный сезон известен туристам со всей страны. Средние чека номера в отелях дешевеют, но отпуск получается таким же насыщенным событиями, как и летом. Мы посчитали в отзывах, что Анапа – это больше такой детский курорт, и для него хорошо, для деток – бархатный сезон. Решили у вас попробовать бархатный сезон. Очень понравилось, Джиммитэ – чистое море. Вот здесь были на пляже высокий берег, на центральном пляже. У нас неделька выдалась, в отпуск и приехали к вам подышать воздухом в море искупаться. Мы везде у вас прошли, где только можно, уже все прошли. Не первый раз мы к вам приехали. Мы были три года назад, и опять вернулись. По набережной вот мы ходили. Ну и вообще, мне кажется, лучше стало у вас. Прекрасная пора, потому что дышать для меня очень хорошо. Еще есть возможность покупаться, даже при такой температуре воды. Тихий город, спокойный. Хорошая планировка. У меня тут велосипед есть. Я всегда утречком встаю, велосипед, и туда на тренировку, на Малую бухту. Мы уже на протяжении 12 лет не изменяем ей в этом плане. Это бархатный сезон. Все ценят осень. Во-первых, воздух морской другой. Температура комфортная. Что если солнышко, можно позагорать. Если солнышка нет, можно просто походить по морю и подышать свежим воздухом. Все нам нравится. С погодой повезло. И отдыхали, и купались, и загорали. Все прекрасно. А на этом у меня все. Напомню, посмотреть сюжеты можно на сайте anapregion.ru или в социальных сетях, в том числе и в телеграме, если ввести в поиски новости Анапы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok